Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Будем продолжать нашу прошлую тему? Мне кажется, есть куда двинуться. Ну, если так, с места в карьер, да. Я традиционно хочу обратиться к нашим телезрителям, напомнить, что мы выходим в прямом эфире, мы ждем ваших звонков, каких-то, может быть, вопросов, комментариев. По поводу того, что мы с Еленой обсуждаем без повода, ну, поскольку передача без такого живого трехстороннего участия, она иногда похожа на какой-то такой между собойчик у нас с Еленой. Может быть, это интересно. Ну, по крайней мере, я знаю, что после передачи коллеги или кто-то из пациентов, кто смотрит, отзываются. Но ваши вопросы, мы их помним, мы периодически к ним возвращаемся. Они оживляют передачу и делают ее, ну, вот, наверное, в буквальном смысле такой человеческой, какой-то бытовой, как мы ее и задумывали. А так, ну, если нам есть что поговорить по поводу, продолжить какие-то идеи с прошлого раза, мы с вами говорили, что вроде бы есть, давайте попробуем. Программа была посвящена обесцениванию, и мне очень понравилась идея, что за обесцениванием стоит, ну, я не смогу процитировать, но смысл такой, что стоит, наоборот, двойная или завышенная цена чего-то, что потом в процессе обесценивается. Может быть, напомните, вот, в ваших формулировках, как это звучало? Ну, я, может быть, немножко расширю контекст, чтобы потом нам снова так вот спикировать на какую-то часть этого контекста. Да, ну, после напоминания я как раз сформулирую свой вопрос, он на меня есть. Вообще, сам термин обесценивание, вот я сейчас думаю, он нас адресует к ценности, ну, поскольку в слове обесценивание корень ценность, да, мы что-то делаем с ценностью, с ценой. В данном случае, наверное, не с ценностью, а с ценой, с ценой чего-то, снижаем цену чего-то. Тема цены высокой, завышенной или заниженной и реалистичной, она вообще характерна для наших отношений. Я сейчас не буду в исторический экскурс уходить и сравнивать, да, но мы живем в ситуации, где наши человеческие отношения сильно, ну, могут быть представлены и представляются ценой, да, ценой каких-то вложений, временных ресурсов, финансовых и так далее, и так далее, и так далее. И люди, в общем, во многом задают себе вопрос, сузим это до отношений между людьми, сколько что-то стоит. Они задают себе этот вопрос сознательно, ну, например, частая история, почти анекдотическая, но их можно встретить до сих пор, ну, там, в соцсетях где-то, в интернете, да, когда молодые люди, и не только молодые, и не обязательно встречаясь, они как-то оценивают, сколько стоят те отношения. Опять же, я и машину подарила, она мне там то, сё, пятое дело. То есть, это попытка вот как-то прийти к некой ценовой справедливости, к некому балансу, пересчитать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и обесценивание в отношениях, в этом смысле, это один из инструментов, о котором мы в прошлый раз начали говорить, что изначально в отношениях это может выглядеть как непредание, ну, то есть процедура, когда кто-то чему-то не придает большой цены, обесценивает, да, не ценит, говорит, это для меня, ребёнок родителю говорит, твои советы или твоё участие во мне ничего не стоит. Или там твой опыт родитель приходит и говорит, я в твои годы там то-то, 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 или я свою жизнь прожил, ну, до какого-то времени, и она показала, а ребёнок говорит, отнеси свою жизнь на свалку, на помойку, ну, так, в грубом варианте, да, она в нынешних реалиях ничего не показывает, да, жизнь сейчас устроена по-другому. И то, что ты там, я не знаю, 18 лет учился или там ещё сколько-то, и это было ценное, и ты эту цену на что-то, ну, ты эти ресурсы на что-то поменял, сейчас это работает совсем по-другому, да? Ну да, сейчас, как некоторые подростки думают, можно не учиться, но при этом зарабатывать большие деньги. Гораздо больше, чем родители. Они просто думают, видят примеры, и мы с вами знаем такие истории. Так вот, вот этот момент, когда чему-то не придаётся большая цена, мы об этом в прошлый раз с вами говорили по таким соусам, что, ну, это обычно, кстати, болезненный процесс, когда кто-то занижает чьи-то участия, да, чьи-то мысли, чьи-то… Ну, чьи-то усилия вложения, ну, тоже я, видите, к слову, вложения перехожу. Это из одного лексикона. Вот, я заканчиваю обзор, такой дайджест предыдущий, да, и мы с вами шагнули в реальность, где такое обесценивание внешне заметное может скрывать незаметные фоновые процессы, где что-то слишком оказывается дорогим, и именно поэтому в отношении отношений, высказываний, действий чьих-то, да, ходит человек на терапию, на психотерапию или на психологическое консультирование три года, два с половиной, долго. И через какое-то время близким терапевту, еще кому-то говорит, ну, в общем, мне это, кажется, особо не помогает. Хотя, например, близкие ему говорят, ну, слушай, смотри, ты поменял работу, у тебя появились друзья, ты сам говоришь, что ты себя лучше чувствуешь, что ты перестал пить таблетки, что ты набрал вес, или он перестал падать, ты стал лучше спать, а человек говорит… А человек говорит, да и что я хожу, все равно все одно и то же, каждый раз, да. Ну, например… Какие-то пустые разговоры. Это пример, да, как говорится, кто о чем… И непонятно, за что я деньги плачу. Да, кто о чем, а психотерапевт, естественно, в моем лице приводит примеры из психотерапии, из кабинета, но такое сплошь и рядом происходит в супружеских отношениях и так далее, мы об этом говорили. И вот вы попросили, и я думаю, что вот этот обзор я сделал, немножко так систематизировал, обесценивание идет рука об руку с тревожащей, беспокоящей, избыточной ценностью для кого-то. И тогда обесценивание является механизмом, способом, осознаваемым или неосознаваемым снизить эту ценность чью-то, потому что если кто-то для меня очень ценен, это, в общем, может вызывать тревогу. Ну, потому что я не знаю, как я буду без этого человека, я не знаю, что я сам… То есть я рискую попасть в зависимость? А я уже в зависимости. Если для меня происходит что-то ценное, не мною это делается, то я ощущаю себя так или иначе в зависимости. Мало того, я, может быть, не знаю, сколько я сам стою или какую ценность я из себя представляю. Если, ну, я, например, как подросток, как молодой человек, который имеет массу фантазий о покорении мира, о глобальных каких-то изменениях, о собственном успехе, а здесь мне мешают родители, они, ну, там, мне чего-то не дают. Например, не знаю, у них есть квартира оставшаяся от бабушки, от дедушки, да, я говорю, переселите меня туда, я вот там буду жить и сам буду… Они этого не делают, да, и они мешают или дайте мне там такое-то количество денег, я пойду вложу и какую-то компанию организую и буду зарабатывать. Я реальные истории рассказываю. И родители этого не делают. И, в общем, я тогда им говорю, что они вообще ничего для меня не делают, и все, что они делали до этого, это ничего не стоит, они меня не любят и так далее, да. Но за этим разговором, возможно, скрывается вот та самая тревога, что я могу… Тревога и зависимости. И зависимости, и тревога узнать, что, ну, стою я, если в этих категориях размышлять. Мне кажется, мы шагнули еще в одну такую ветвь, в которую можно двинуться, вот обсуждать про зависимость, да, и про тревогу того, стою я или нет. Я хотела вопрос задать об этой двойной цене, про которую вы говорите. То есть мы поговорили немного об обесценивании, что стоит за двойной ценой, откуда появляется этот процесс, из чего он состоит, из каких составляющих, как это в себе отследить, вот этот момент, когда что-то для меня приобретает такую двойную или избыточную цену. Сразу много задала вопросов. Ага. Вы сразу много задали вопросов. Я попрошу вас чуть-чуть, может быть, попозже повторить. Я догнал еще… Меня догнала еще одна мысль, или я догнал еще одну свою мысль, да. И мне кажется, это интересно и важно упомянуть. Обесценивание часто идет рука об руку с завистью. Я обесцениваю чьи-то успехи. У нас звонок, Алексей. Потому что завидую. Здравствуйте. Мы вас слышим. Алло. Да. Да, здравствуйте. Да, кто-то говорит сейчас. Добрый. Да, здравствуйте. К сожалению, я что-то там не знаю, как… Пожалуйста, я только подключила, подключила, и может, иди за всем. Мы вас слышим, говорите. Как хотели вас, ну, как бы, разговоры сегодняшней темы. Да, просто очень небольшая проблема. Очень давно болит. Стэн заболевания нас. Прогнозами… 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 А вы этот вопрос с лечащим доктором, с кем-то, кто участвует в реабилитации сына обсуждали? Есть какие-то сведения? Вы знаете, как мы обсуждали этот вопрос, но они, как правило, говорят, что это угодить на самих сторонах, что-то. А сыну сколько? А 5, хотя в принципе, я думаю, уже 33. Ага. 33. Да, я перебил вас. Хотя вы думаете, что... Ну, я думаю, в принципе, да, готов на общение, готов на какие-то занятия, какое-то такое. Конечно, человек хочет и заработать. Но у него всегда ничего не получается. Он уже, если какие-то другие, не тебе тебя занять. В общем, очень важно. Вас как зовут? Вас как зовут? Если можно. Меня зовут Марина. Марин, а какая-то психотерапевтическая или психологическая помощь вашему сыну оказывается, или только медикаментозная? Ну, только медикаментозная, или проложенный препарат, или рак, или медикаментозная. Ну, спасибо за вопрос. Попробуем сейчас с Еленой поговорить по поводу того, как может быть организована помощь. Вот. Я по этому поводу думаю, что есть что сказать. Ну, вопрос сложный и болезненный. Я знаю, что Марина задает вопрос, который очень часто задают родители в отношении своего родственника, болеющего ребенка. Ну, если тезисно, если далеко не уходить, мы не знаем, и я не взялся спрашивать, в каком состоянии сын, но раз получает пролонгированные препараты, то значит, он находится не в острой фазе, раз он, вероятно, дома и не госпитализированный. Ну, как я услышала, у него есть желание социализироваться, зарабатывать и начать общаться с людьми. Ну, близкие какие-то отношения выстраивать, да, друзья, какой-то круг общения, чтобы... Ну, слово социализация предполагает достаточно широкий спектр взаимодействия, это и работа, и друзья, и построение каких-то, может быть, близких отношений, супружеских, если кому-то удается. Единственное, что я могу... Ну, это так звучит, единственное, да, наверное, основное, что я могу порекомендовать Марине и ее сыну, это найти для себя психотерапевта или, может быть, медицинского психолога или психолога достаточно информированного и начать с психотерапии. То есть к медикаментозной терапии присоединить общение со специалистом, с которым вот эти все вопросы, которые задает Марина нам и которые нам не по силам в буквальном смысле осветить в рамках передачи, которые можно было бы вместе с психотерапевтом... Алексей, вот я перебью. Вот человек, да, оказался, вот его близкие оказались лицом к лицу с диагнозом. Ну, например, вот одним из таких, как Марина озвучила. Ему назначают таблетки. Имеет ли значение, на каком этапе подключается психотерапевт, вот после постановки диагноза? Ну, можно ли начать этот путь психотерапии, если диагноз только недавно поставлен, или он уже достаточно долго, там, не знаю, 5-10 лет стоит этот диагноз, и вот только впервые попробовать психотерапию? Ну, литература коллег и практика показывает, что психотерапия или присоединение психотерапевта возможно на любом этапе. Известные работы, достаточно серьезные, интересные, когда психотерапевт, то есть человек, который разговаривает, не только назначает препараты, но психотерапевт присоединяется и помогает такому человеку, пациенту, даже в острой фазе, когда у него бред, галлюцинации, да, и так далее. Подготовленный человек, ну, так сказать, не вот широкого охвата, подготовленный, понимающий, как быть с пациентами. Понимающий нужды, да, пациента, который в таком... Нужды, понимающий, какие процессы происходят, понимающий динамику и движущие силы бреда, галлюцинаций, да, если мы говорим о параноидной шизофрении, это болезнь, сопровождающаяся идеями отношения, как говорят психиатры, да, мне кажется, что за мной кто-то следит или что-то такое, да, близкое. Вот, и отвечая на ваш вопрос, на любом этапе, ну, в острой фазе тут может быть, так сказать, пойди поищи такого специалиста, а в фазе подострой или такой фазе ремиссии медикаментозной на любом этапе сколько бы времени не прошло. Тут даже я бы сказал, что те люди, которые... Да, еще важно, конечно, насколько в болезни есть, ну, так называемая негативная симптоматика, я так, специфическими терминами. То есть, насколько болезнь разрушает или, значит, демонтирует личность самого человека. То есть, такие болезни сопровождаются тем, что и близкие это видят, что что-то происходит с личностью человека, да, уменьшается мотивационная сфера. То есть, человек может говорить, я хочу то-то, то-то, но сил не обнаруживает, да, а со временем он уже и не хочет, там, может быть, лежит, да, и так далее. Ну, это все нюансы. То есть, я думаю, что основным... Да, и в рамках помощи пациентам в нашей психиатрической больнице, ну, давно это организовано, есть социальные службы, мастерские и так далее, которые помогают пациентам реабилитироваться. Ну, то есть, участвовать в каких-то, да, процессах трудовых и так далее. Но я скептически отношусь к перспективам, что после медикаментозной терапии можно сразу перейти к социальной реабилитации, минуя вот этот важный элемент... Психотерапевтической работы. Да, или психологической коррекции, когда человек с таким заболеванием волей-неволей становится изолированным от социума. Он и сам изолируется, но если за мной следят, преследуют и так далее, ну, масса историй, когда такой человек старается как раз скрыться и спрятаться, да. И социум потихоньку отодвигается, или, может быть, не потихоньку, у нас до сих пор диагноз шизофрении является таким клеймом, да, и, ну, как бы, оправданно, например, такой человек поражен, может быть, в каких-то правах, ну, там, вождение автомобиля, ношение оружия, там, еще что-то, прием на работу, ну, и абсолютно неоправданно, да, где-то. У тебя диагноз, все. Есть люди с этим диагнозом хорошо выполняют свою работу, и в офисах, даже, не знаю, в работе с документами с какими-то. Для того, чтобы, Елена, это было организовано, нам, конечно, нужно эту службу психотерапевтов, подготовленных специалистов развивать. Временной промежуток показывает, что у нас когда-то больше этих специалистов становится, ну, когда государство, общество заинтересовано, чтобы такие специалисты были подготовлены. Иногда меньше, ну, потому что, действительно, это очень ресурсоемкий процесс. Почему у таких специалистов мало? Ну, их нужно готовить, сильно в них вкладываться, а такой специалист, например, в течение своей жизни, ну, поможет нескольким людям, да, и нам как будто интереснее готовить специалистов, которые будут помогать многим людям сразу. То есть это штучные какие-то... Ну, это уже проблема подготовки врачей. Если у нас не так много времени до конца программы, вот, возвращаясь к вопросу Марины, есть ли у нас в Самаре группы для таких людей, или таким людям групповая работа противопоказана? На каком-то этапе показаны, я знаю, что такие группы велись. Владимир Сергеевич Баранов, например, делал в психонерологическом диспансере, пока вел свою практику и пока был жив. Может быть, сейчас кто-то из коллег, я не владею информацией. Ну, по крайней мере, в тот диспансер, в который, возможно, ходит и прикреплен сын Марины, можно обратиться и с таким вопросом. Но главное, что я... Может быть, они знают, в других районах есть, да, то есть не обязательно по месту прописки. Поэтому, да, ждать, что такой человек, когда у него прошли симптомы, вернется к работе, это не реалистично. И вот мне кажется, что ответом может быть участие специалиста. Ищите, Марин, специалиста, специалистов в городе. Если они есть, приходите к нам в клинику, у нас есть специалисты, которые работают с людьми, у которых есть диагноз. Ну, такой выраженный. Вот, это не быстрый процесс, но перспективный. Ну, и, наверное, в таких ситуациях, мы как-то говорили с вами в одной из программ о бригадном подходе, хорошо, когда несколько специалистов имеют отлаженную коммуникацию друг с другом, да, например, психотерапевт с психиатром и обсуждают, может быть, скорректировать назначение таблеток или, наоборот, уже пора их там снижать, потому что в психотерапии человек двинулся. Ну, они хотя бы отлаживают то, что они вдвоем, например, будут говорить своему пациенту, потому что у пациента ведь со временем формируется… А, чтобы в одном ключе, да? Конечно, да. Кто-то будет говорить, психотерапевт, который не общается с психиатром, будет говорить, это у тебя от того-то, а этот будет говорить у тебя от того-то. Как это объединить пациенту и как ему понять вложение специалистов в свое страдание – это очень сложный вопрос. Конечно, когда они общаются, ну, где-то нам это получается – организовать бригадный подход, и хорошо, что вы это вспомнили, да. Это хороший такой вот путь. Страдающему человеку нужен другой человек. Когда мы говорим ему, возвращаясь к работе, к семье, еще куда-то, мы таким образом, ну, находимся в идеалистичных представлениях. И у него, возможно, еще больше страдания увеличиваем, умножим эти страдания. Конечно, да, так и есть. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо, Марин, вам за звонок. Спасибо. Возвращаемся. Да, спасибо, всего доброго. До свидания. Не болейте. Субтитры подогнал «Симон»!